всем привет ленивые новости сегодня есть о чем рассказать самсунг устадилась своих шуток по поводу apple и зарядки для айфонов они очень хорошо пропустили когда apple убрала зарядку из айфонов и везде написали о том что ха-ха у нас якобы зарядка есть теперь они везде удаляют свои посты потому что они по ходу хотят тоже убрать зарядку и многие производители мне кажется как раз к этому тоже придут хотя это не всегда удобно когда люди продают телефоны они дают вместе свою зарядку и соответственно когда они покупают новый телефон а он теперь уже без зарядки им придется искать какую-то зарядку уже у себя дома компания oneplus снова представила концепт модель телефона 8т которая теперь умеет менять цвет задней крышки на самом деле это интересная затея и если технология действительно будет довольно доступна то можно применять и не нужно будет покупать там выбирать какой-то определенный цвет если вы можете купить просто один айфон потом выбирать просто любой цвет в айфон oneplus apple в следующем году может представить свой собственный автомобиль apple car такая вот новость появилась в интернете и на самом деле уже давно об этом говорится о том что вроде как apple хочет свой автомобиль сделать но до сих пор они его не сделали возможно него не сделали потому что и не хотят его делать но и он маск тут в этой же новости прибавил что он вроде как и теслу хотел предлагал apple купить и тим кук отказался от этого теперь тесла растет просто непомерными темпами и и акции просто уже там где-то в небесах но я думаю если даже был представить свой автомобиль то скорее всего будет лучше чем тесла новости с области здоровья разные показатели артериального давления в разных руках могут свидетельствовать о том что может наступить смерть поэтому если у вас есть такие проблемы обратитесь врачам может быть это может свидетельствовать о каких-то серьезных заболеваниях а может эта новость просто какой-то фейк российские производители получили 20 миллиардов на то чтобы создать свои собственные процессоры у нас рынок электроники начинает потихоньку развиваться там какие-то брусы появились уже давненько потихоньку их апгрейдят они конечно совсем не стоят даже рядом с теми компаниями которые на данный момент производят процессор такие к intel amd но суть том что все равно идет развитие все равно в это вкладываются деньги рано или поздно как и китае произошло все-таки начнут у нас производить что-то и я буду этому очень рад павел дуров предупредил о том что в telegram появятся платные функции и многие уже журналисты говорят что это якобы плачевная новость о том что если там какие-то платные что-то начинает водиться то это очень как бы плохо но на самом деле любой проект как бы является коммерческим если он на данный момент не коммерческий а кто-то же ватсап то скорее всего есть какая-то другая коммерческая у жилка которую мы просто не знаем и вот сапка допустим является частью фейсбука и просто сделан для того чтобы скорее всего сделан для того чтобы информацию получать о пользователе возможно даже как-то получать из переписки и потом дальнейшем предлагать рекламу там в инстаграме и фейсбуке что кстати происходит это и наблюдаю регулярно чем-нибудь напишешь и сразу же тебе в инстаграме вылетает такая же рекламка а вот в телеграме не знаю такого может быть особо еще не замечено если он даже таким промышлял но из так как новые в новом году apple уже собирается ограничивать функционал приложений а теперь приложение будут том что они следят у вас будет появляться новая функция такая что можете заблокировать все слежения сейчас к сожалению пока что нельзя этого сделать и возможно многие уже готовятся к этому и павел дуров тоже к этому решил подготовиться и как-то монетизировать свое приложение вот с помощью каких-то платных каких-то вещей там виджетов ботов там еще чего-то samsung впервые обгонит qualcomm samsung представляет новый процессор xynos 2100 и вроде как по заявленным производительностью он быстрее всех представленных на данный момент qualcomm вообще xynos и мне не сильно нравится у меня были до этого многие самсунги и обычно всегда samsung на qualcomm работа лучше чем samsung на xynos так известно у нас в европе в основном здесь продавались на xynos их самсунги а все что на qualcomm ах они шли на западный рынок и многие оттуда привозили из америки эти самсунги и когда сравнивали их просто удивлялись что действительно там тормозов меньше на qualcomm если действительно xynos уже на данный момент будет лучше qualcomm а я только порадуюсь за samsung что они смогут отказаться от qualcomm и производить все на своих процессорах а ароматизаторы в электронных сигаретах признали вредными вообще блин все это уже давно признано вредными сигареты и электронные не электронные суть суть в этом суть в том что это блин вредно априори и все что там то признавали что что там где-то добавки вредные теперь вот ароматизаторы вредные сам дым вообще вредно вообще вредно держишь дышать не воздухом то есть если ты дышишь дымом неважно, каким там паром, дымом, еще чем-то, это, в принципе, все вредно. Поэтому тот, кто это курит, я думаю, не сильно запаривается о вредности этого всего. По новой статистике, цены на смартфоны растут. То, что они растут как бы в России, там, из-за курса доллара, о том, что, в принципе, по миру цены на смартфоны увеличиваются. И те смартфоны, те уровни смартфонов эконом-класса, среднего уровня, премиум, они потихоньку все равно поднимаются наверх. Это, условно, тем, что увеличивается и спрос на эти устройства, по той причине, что уже в мире невозможно жить вообще без этого смартфона. Он уже есть практически вообще у всех, там, уже скоро у кошек и собак он будет. Поэтому, чем выше спрос на какую-то вещь, тем она будет дороже. Я более нескольких лет назад говорил, потому что смартфоны скоро могут догнать, там, по ценам автомобиля, потому что спрос на них действительно уже очень высокий, и без автомобиля, там, уже можно обойтись, а без смартфона практически невозможно. Поэтому все производители, конечно, будут идти к этому. И если вы и так купите смартфон, почему бы не поставить его чуть-чуть подороже. Растения имеют схожие с людьми циркадные ритмы. Такое новое исследование вроде как провели, и выяснилось, что среди растений есть и совы, и жаворонки. Насколько полезна эта информация будет вам, я не знаю. Яндекс.Объявления закрыли телефоны пользователей, и теперь вы не сможете позвонить напрямую. Только будете звонить через специальную переадресацию, чтобы не знать телефона продающего человека. Как известно, Яндекс.Объявления появились не так давно, и сейчас они хотят составлять конкуренцию Авито. Авито уже очень сильно на рынке вырос, и ему пыталось и Mail.ru составить со своим Юла-приложением. Мне кажется, оно у них не сильно пошло. Теперь вот Яндекс. У Яндекса все-таки сил поболее. Они все-таки интегрируют свои сервисы практически повсюду. Возможно, Яндекс.Объявления тоже выстрелят, и вот такие функции уже новые начинают вводиться, которых, например, у Авито до сих пор нет. То есть у Авито можно только убрать полностью телефон и оставить только текстовые сообщения. Так что можно было звонить человеку, не зная его номера. Это, конечно, интересная функция. Смертельную болезнь дельфинов связали с глобальным потеплением. Там есть такая у них проблема, что у дельфинов начинают проявляться какие-то кожные заболевания, какие-то наросты, воспаления. И все это связали с тем, что падает соленость воды. А падение солености воды связывают с глобальным потеплением. Там якобы ледники тают, там пресная вода поступает в океаны, опресняет их, и вот такие вот проблемы возникают. В России, наконец, появился смартфон Motorola Razer 5G за 119 990, который все ждали. И вот он теперь появился, продается в связном. Все, кто хотел, в принципе, теперь могут купить, не заказывайте за рубежа его. Вконтакте есть такая функция, как отмечать друзей на фотографиях. Я всегда думал, зачем она нафиг нужна, если я и так своих друзей, в принципе, в глаза знаю, зачем их отмечать. Теперь вот уже люди начинают париться об этом, что ВКонтакте начинают автоматически это все делать. Как эту функцию якобы отключить? Спрашивается, зачем, если нет спроса, делать какую-то функцию? Кому она нафиг нужна? Конечно, в первую очередь ВКонтакте она нужна, чтобы знать все связи ваши, знать, с кем вы общаетесь, кто это там и так далее. Технология уже распознавания лиц работает очень хорошо. Ее внедряют как бы под соусом того, что якобы оно вам надо. По факту, может быть, оно вам когда-то будет и надо, когда вы, допустим, не будете знать своих друзей в лицо. Новую версию портала Госуслуг запустят в марте. Он очень пользуется популярностью у нас в России. Теперь этот портал все-таки уже нужно развивать дальше и готовят новую версию, более удобную для пользователей, более рассчитанную для такого количества пользователей, которые уже сейчас у него есть. Apple AirPods, наушники я имею в виду, будут управляться с помощью щелчков по лицу, прикосновения, языком и зубами. Интересно. В Армении впервые за сто лет обнаружили Manula. Manula это такой кот дикий, большой такой, пушистый, с очень злобным личиком таким. И вот его не было там вроде как с 1920-х годов. И вот он уже был занесен в Красную книгу. А теперь вот он вдруг... CD Projekt Red успокоила своих инвесторов хорошими продажами Киберпанка. Хотя у них сейчас идут очень большие, якобы, там возвраты, но я думаю, навряд ли они, конечно, там будут большими. На PlayStation вообще отменили. Короче, куча скандалов с этим Киберпанком. Он действительно получился очень рано выпущенным, недоделанным. И очень сильно акции потеряли в цене у CD Projekt Red. Я также купил этот Киберпанк, начал его играть. У меня тоже даже на компьютере много очень глюков. Хотя компьютер тоже мощный. И все в этом, с этим порядке. Не в порядке только с самим Киберпанком. Уже куча обновлений выпустили. Я решил подождать, пока они действительно его нормально допилят. Все перестанут на него жаловаться. И тогда я хорошо, с удовольствием его пройду. Sony разрабатывает 10 экранизаций на основе игр PlayStation. У PlayStation действительно хорошие есть эксклюзивы, у которых очень классный сюжет. Это действительно игры. Играются они как фильмы. То есть там очень хорошие кат-сцены, актеры, сюжет. И поэтому, в принципе, почему бы и нет, не снять об этом фильмы. Тем более сейчас очень большой на это тренд. Сейчас вот и про «Ведьмака» там сериал выпустили. Да, можно, в принципе, по любой игре хороший делать фильм. Звученые выяснили, что размер мозга влияет на плотность популяции. То есть, если млекопитающее умное, то его численность небольшая. Если оно глупое, то их дохрена. Что, в принципе, мы и наблюдаем. Госдума принял закон о оформлении дистанционно сим-карт. Ну, скорее всего, уже будут электронных сим-карт, есть сим, потому что физические симки уже, мне кажется, нужно давно изжить. И действительно это работает. Я уже пробовал оформлять у Сбермобайл вот эту есть сим-карту. И прям не выходя из дома, действительно, там через приложение Сбербанка все отлично у меня оформилось, подключилось, начало работать. Я жду, когда, наконец, уже будут у всех операторов эти есть сим-карты, и получить хотел на мегафон очень сильно, но так как она какое-то время выдавалась, потом перестала опять выдаваться, теперь опять ее не могу получить. Короче, какое-то сдерживание происходит с этими электронными сим-картами. Я хотел еще раз напомнить, что лучше на обычных сим-картах ставить себе пин-коды, потому что у вас телефон, получается, не защищен, потому что все коды приходят у вас на сим-карту, которые там от банков, от восстановления двухфакторной аутнификации аккаунтов. То есть вытащив вашу сим-карту с телефона, можно просто получить доступ ко всему, все, что касается вас, от социальных сетей до банковских услуг. И поэтому электронная сим-карта это как бы замена сим-карте и увеличение безопасности. То, что физически ее нельзя будет вытащить, тогда ваши вот эти Face ID, пароли на телефоне, они будут работать, у них будет какой-то хотя бы смысл. А так, какой смысл, если так ее можно просто физически вынуть, вставить любую там Nokia и получить все ваши коды. Приложения на iOS 14 начали спрашивать разрешение наслежки. Это вот то, что я вам говорил. Ну, как бы еще не начали, это в новых бетах-версиях 14 iOS. В январе они хотят полноценно запустить, будет релиз. И да, будет классно, что вы будете знать, какие приложения за вами следят. Вы можете это ограничивать. Там Facebook уже просто об этом очень сильно начал возбухать. И якобы ему это не понравилось. А все почему? Да потому, что действительно Facebook приложения очень сильно следят за пользователями. А они у нас как бы вообще основные. Потому, что что WhatsApp Facebook, что Instagram Facebook пользуются максимальной популярностью. Пусть у меня они чуть ли там не основные приложения после YouTube. Компания KFC, та самая, которая готовит курочку, представила игровую консоль, которой можно разогревать ту самую курочку. Это на самом деле какой-то прикол. Возможно, эта консоль действительно выйдет игровая. И она якобы там мощнее всех Xbox'ов и PlayStation'ов. Ну, это просто, скорее всего, маркетинговый ход. Но в эксклюзивной версии, там в единичных экземплярах вполне возможно. В массовом продукт, как PlayStation, скорее всего, нет. Еще одна новость о Киберпанке. Мошенники создают фальшивые сайты для возвращения средств у тех пользователей, которые купили Киберпанк. И хотят вроде как вернуть эти деньги. Ищут там якобы все варианты, где это можно сделать. Но по факту там, где вы купили, там ей возвращать деньги надо. Купили в Sony магазине, соответственно, там и требуете деньги. Купили там в компаниях каких-то, или физический диск, там видео, еще где-нибудь. Идите туда и пробуйте его там вернуть. Искать какие-то сайты, чтобы там деньги якобы сама Киберпанк вам вернула. Ну, это вообще какой-то прикол. В России готовится новый сверхпроводниковый авиамотор электрический. Сверхпроводники, как известно, работают у нас пока что при низких температурах. Возможно, каким-то образом там это обеспечено. В самом двигателе он якобы будет очень экономичным. И для авиаиндустрии, конечно, будет иметь очень интересные как бы характеристики, которые, возможно, станут заменой обычных двигателей, которые сейчас применяются. На этом сегодня все. Увидимся в следующих выпусках.